Всем привет! В этом видео я расскажу, что можно попробовать сделать, если не работает колесико на мышке. Ну, конечно же, кто-то резонно заметит, что там делать, пойти в магазин, заказать на сайте и купить новую мышь. Но нет, друзья, этот способ для тех, кто нищет легких путей. Ну и к тому же, выбрасывать старую мышку бывает просто жалко, или же нет времени ходить по магазинам, а вот работать за компом надо здесь и сейчас. И поэтому покажу пошаговый рабочий способ реанимировать, починить мышку, который мне реально помог. Вот такой у меня сегодня пациент, моя старенькая мышка, у которой стали возникать некоторые проблемы с работой колеса. В чем они заключаются? В том, что оно то работает, то не работает. При этом полоса прокрутки на мониторе и компьютере, она то двигается, то не двигается, стала работать очень неудобно. Вот видно, сейчас она остановилась, хоть я и кручу колесо. Ну, видимо, нужно дать какую-то профилактику этой мышке, сейчас мы этим и займемся. Ну, чтобы починить мышку, конечно, потребуется ее разобрать. Первым делом убираем батарейки из нее. Убрали батарейки. Вот, и дальше необходимо найти вот такой винтик, который скрепляет нижнюю и верхнюю поверхности. У меня здесь винтик находится вот в этой части. Он был прикрыт такой вот наклейкой. Ее я убрал. Вот, ну и для того, чтобы его открутить, потому что вот винтик этот, он достаточно такой миниатюрный, посмотрите. Желательно иметь вот такой вот набор часовых отверток. У меня он есть, поэтому я без труда, в принципе, с этой задачей справляюсь. Вот так вот корпус легко разбирается. Не знаю, вам видно или нет, но вот этот механизм колесика, он очень такой запыленный, грязноватый. Сама мышь тоже вся в пыли. Ну, это вот четко видно. Так, если вот платку отсоединить, здесь еще больше грязи, поэтому все это необходимо почистить хорошо, протереть и установить на место. Ну, я воспользуюсь ватными палочками и спиртом. Так, для начала чистим корпус. Чего тут только нету. И волосы, и просто какой-то ворс, пыль. Все скопилось здесь, спрессовалось. Наверное, неудивительно, что мышь перестала работать как надо. Так, ну что, корпус вроде чистый. Сейчас займемся платой и колесом. Вот так выглядит колесико. Сейчас вот видно здесь, вот сейчас четко видно, сколько здесь было пыли и грязи. Вот она вся здесь. Убираем. Так, колесико блестит. Дальше поехали. Вот тут какая-то аж паутина. Ёлки-палки. Это все убирать надо. Я довольно часто слышу такие рекомендации. О том, что энкодер необходимо смазывать смазочным маслом. Примерно вот такого типа. Я когда-то этим тоже делом занимался. Но это было с другой мышкой. Тоже здесь пролил. То ли, не помню уже, то ли силиконом, то ли маслом. Вот, собрал мышь полностью. Почистил, собрал мышь. И в итоге она у меня перестала работать совсем. Если до этого она худо-бедно, она как-то работала, то после вот этих манипуляций она перестала работать совсем. Вот. Ну, она у меня, конечно, пролежала без дела. Где-то на подоконнике была заброшена месяца на три, на два. Потом, я думаю, дай-ка ее и проверю, как она поживает. Ну, в итоге она вроде бы начала работать. Но сегодня я решил пойти немного другим путем. Я не буду ничего смазывать маслом, а просто вот эту часть энкодера я пролью спиртиком. Ставлю колесико, повращаю его как следует. Так, чтобы потожировые отложения, которые могли здесь образоваться в результате того, что мы пальцем здесь работаем, возможно, они исчезнут. И мышь снова заработает. Ну, я снова беру вот новую чистую палочку ушную, спиртик. И начинаю сюда вот добавлять спиртовую жидкость. Надеюсь, что она туда попадет. Вот так. Еще раз возьмем спирт. Еще раз прокапаем. Заодно пролью кнопки спиртом. Потом мы это все дело просушим. Кнопочки тоже должны у нас работать хорошо. Заодно раз уж делаем профилактику, то и уделим внимание им. Да. period. Мне. Плюс. Летное. И. Выбли. Т. так вставляем колесо на платку приподнять немного так еще туда попасть надо так попали плату на место все вот и так вот немножко нужно повращать ее обращаем колесо повращаем повращаем еще раз добавим спирта повращали понажимали но перед началом работы с мышкой надо ей немножко дать просохнуть вот выждать какое-то время полчасика дать либо просушить феном у меня есть вот такой фен что мы сейчас и сделаем а 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 все ну я еще раз повторюсь не обязательно пользоваться наверное фена можно просто дать ей полежать просохнуть и дальше можно собирать ее с а а ваен корпус батарейки на штатное место что моргнула уже батарейка вылетела так все мышь работает это уже радует ну что коллеги метод оказался вполне рабочим мышка себя чувствует прекрасно как и колесико она отзывчивая работает скроллит экран монитора я думаю сейчас это видно то есть вполне хватает спиртяжки не обязательно проливать это все дело маслом способ рабочий эффективно я думаю что теперь мышь еще долго прослужит